ВНЕШНОСТЬ БЫВАЕТ ОБМАНЧИВА Евангелие от Марка, 11 глава, с 11 по 19 стих. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек». И слышали то ученики Его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, «Не написано ли, «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Размышления. Часть первая. Плод или подделка. Евангелие от Марка, 11 глава, с 11 по 14 стих. Когда Иисус входит в Иерусалим, день уже заканчивается, поэтому Он идет ночевать в Ифании. На следующий день, проголодавшись, Он подходит к смоковнице, чтобы посмотреть, нет ли на ней плодов, но находит одни листья, ибо еще не время собирания смоков и проклинает дерево. Подобная реакция выглядит жестокой, но она отражает лицемерие, с которым Иисус сталкивает в Израиле. Дерево кажется здоровым, потому что на нем много листьев, однако плодов на нем на самом деле нет. Господь проклинает смоковницу, символически осуждая тех, кто с виду духовно здоров, но в действительности бесплоден. Нам нужно остерегаться всякого лицемерия и иметь настоящую жизнь во Христе, принося плод истинного поклонения. Что вы можете сделать, чтобы действительно приносить плод и служить благословением для других людей? Размышления, часть 2. Злоупотребление властью и привилегиями. Евангелие от Марка, 11 глава, с 15 по 19 стих. Иисус возвращается в Иерусалим и входит в храм. Он выгоняет оттуда продающих и покупающих, переворачивает столы, миновщиков и скамьи продавцов голубей. Христос учит людей, что Божий дом должен быть домом молитвы для всех народов. Они сделали его вертепом разбойников. Народ дивится его учению, а слышавшие его книжники и пресвященники начинают искать способ его убить. И сегодня некоторые люди в церкви пытаются извлечь из нее какую-то материальную выгоду для себя. На такое поведение ни в коем случае нельзя закрывать глаза, потому что церковь признана быть домом молитвы Господа. Использовали ли вы и Божьи благословения эгоистично, только ради собственной выгоды. Как можно использовать эти благословения на пользу церкви? Молитва Отец Небесный, спасибо, что благодать не только спасла меня, но и продолжает укреплять меня и очищать мое сердце от лицемерия и греха. Прости мне мои грехи и вновь наполни меня желанием служить Тебе, а не своим прихотям. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...